Дорогие друзья, сейчас я начинаю новый цикл своих сюжетов, посвященный походу в лес В остановке Научный, возле поселка Бабаи, в котором я весной всегда езжу смотреть на пролиски Вот для поборников мира, русского мира, сразу же кадры памятника солдатам, которые освобождали эту землю от немцев Проклятые бендеровцы, как они считают, разрушающие памятники ничего не разрушают Все поддерживают, скажем, в более-менее приличном состоянии А поборники русского мира, которые больше всех кричат Россия, Россия, срывают доски бронзовые на этих памятниках и сдают их на металлолом А вот перекресток, так называемый пост ГАИ дальше находится Перекресток с окружной дорогой, где я вышел и теперь направляюсь в сторону леса Для того, чтобы пообщаться с природой Вот остановка с названием Научный От которой и начинается наш путь в лес Возле остановки установлен памятник Герою Советского Союза Ощепкову Андрею Ивановичу Из Алтайского края Российской Федерации Который закрыл здесь своим телом амбразуру вражеского дота И вот россиянину вековечен на территории Украины Памятникам, которые никто не разрушает Никто не уничтожает Наоборот, стараются его поддерживать В более-менее нормальном состоянии Несмотря на огромное количество Маргиналов, кои грабят такие Подобные памятники, их разрушают Если есть металл, сдают на металлолом Но, как известно, маргиналы Очень активно поддерживали русскую весну Что в Донбассе, что в Харькове Идем к пролескам Сейчас я нахожусь на дороге Вот Именно в народе место кемпинга Оно действительно там кемпинг когда-то был раньше Сейчас только Некоторые здания этого кемпинга Функционируют Остальное В нежилом состоянии Разрушено Иду По весеннему лесу Местами даже еще тут снег Не растаял Вот в частности дорога Еще остались Остался трамбованный снег Пролески по пути попадались Но они очень-очень маленькие То есть Только вылезли листики Маленькие-маленькие головочки Пролесок Ну там даже снимать было нечего То есть если в городе В Харькове Еще где-то Ну где-то уже пролески отходят В лесопарках И в парках То здесь За окраиной Харькова В лесу Остановки Научной Пока они только-только Начинают пробиваться На северных склонах Оврагов Снег даже Начал только местами Таять А так лежит сплошным Покровом Вот Место Которым я уже как-то снимал Дорога окружная Вокруг кемпинга Раньше машины ездили через кемпинг Теперь они его объезжают Там дорога перекрыта И вот по этой дороге Симферопольской трассы Мимо вот этих вот указателей Направляется в сторону ресторана Сковорода То есть это Владельцы ресторана Сковорода Финансировали Насыпку щебня Для того чтобы здесь Какая-то была проезжая дорога А вот Пошла дорожка К Джерелу Сковороды Но сейчас спущусь туда Посмотрю там обстановку И пойду Понизу по Яру к озеру Которая ведет в сторону Ресторана Сковорода Там все время были Большие плантации Пролисок Но Местные жители Просто с сумками Приходили их весной И вырывали с луковицами При мне был этому свидетелем Их очень много было Этих людей Которые просто Тупо уничтожали Эти плантации Для того чтобы заработать Какие-то копейки Вот я иду Вот здесь тоже Всегда были Пролиски Вот кстати 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 Вот листики Только Пробиваются Здесь в этом месте Даже Головочка Еще Зеленая пробилась То есть В этих местах В пролисках Всегда было много Во многих местах Просто Пролиска Исчезла Здесь в лесу Там где были Просто Они Казалось бы Не Исчерпаемые Плантации Их там Теперь просто Нету Вообще То есть Очередное подтверждение Тому как Человек Своей Жадностью И вообще Невозможностью Оценки Дальнейшей Перспективы Жизни Для своих детей Просто Уничтожает То наследие Которое нам досталось От предков Которые Наши предки Хранили И После себя Люди не собираются Вообще Ничего Оставлять В поисках Пролисок Я специально Спустился К верховьям Яра Который Идет Наджирилу Сковороды В надежде На солнечных местах Увидеть Проклевывающиеся Пролиски Вот пожалуйста Такие здесь есть Но их Очень-очень мало В основном только листики То есть если здесь головки Хотя бы чуть-чуть Проклюнулись Синенькие Видно что это пролиска То Это как правило Исключение Пока Здесь Пролисок Не так уж Много Ну Ну Видно Они проклевываются То есть В течение Следующей недели А сегодня 9 марта В течение Следующей недели Обещают Похолодание Если не будет Не критичным Если не будет Морозов Хотя морозы В общем-то Обещают Дай бог Чтобы прогноз погоды Не оправдался Все-таки Не было морозов Может пролиска Это Тепролиски Которые сейчас Появляются Не вымерзнут Ну и Надо будет Сюда Прийти на это место Просто Я люблю Снимать Снимать Эти ковры Необъятные Голубые Ковры Которые просто Завораживают Своей красотой Мне очень нравится Такие Места Я Несмотря на то Что иногда Хочется привезти Домой Небольшой Кукетик Пролисок Своим Девочкам Подарить Все же Стараюсь Их Не рвать Оставить Может Может быть Когда у меня Бог Тас будут Внуки Мои дети Сюда Приведут Свои детей Тоже Будут Показывать Эти Пролиски Вот Такая Вот Красота Хожу Смотрю Под ноги Чтобы Не наступать Хотя бы На те Которые Русские Которые Пробиваются Только Из-под Листвы Быстрее Сейчас Покину Это место Так Как Все-таки Ходьба По этой Земле Уплотняет Грунт И Затрудняет Сход Растения Поэтому Призываю Всех Горечь Нашу Природу Иду К Жеру Сковороды Вот Сейчас Я иду Вдоль Яра От того Места Где Нашел Сходящие Пролиски К Жеру Сковороды Так Выглядит Продойду В стороне От основной Трассы Ну иду День добрый Нет лестницы Которая ведет Сверху По Официального Маршрута Джерелу Эшу В лесной Тропинке Вдоль Вот Этого Яра Под Натарой Течет Ручеек Вот В этом Месте Великий Украинский Философ Писатель Поэт Григорий Савич Сковорода Лично Откопал Кореницу Которую Любил Сидеть И писать Свои Писаты Свои Творы Вот здесь Для проведения Официальных Мероприятий Создана Своеобразная Трибуна Здесь Вот Лавочки Для Гостей Которые Приходят На Празднование Днерождения Григория Савича Здесь Вот Место Для Почетных Гостей Которых Как правило Больше Все хотят Попиариться Вот так Вот Выглядит Это место Предзакатную Пору Когда Солнце Опустилось Уже Низко И Тени А деревьев Углиняются С них Еще Как видно Лежит Не везде Растаю Вот Так Здесь Картина Сейчас Наберу Водички Которая Течет Из трубы Проложенной К источнику Сковороды Которая Вот здесь Вот Закрыта Стальной Тумбой Чтобы До него Не добрались Вандалы Которых Как и везде Достаточно Много А вот Здесь Вот У нас Как раз Вот С трубы Лежит Водичка Которая Наберу Дорожкой Пойду Дальше Убрал Водички Из Джирала Сковороды Вдоль Ручья Который Впадает В озеро Ресторана Сковорода Еще Не совсем Расставившие Дорожки Дорожки Покрыты Снегом Который Еще Не совсем Расставил Иду До Панского Грушника Где Тоже Любил Творить Григорий Савич Кстати Здесь Вот даже Икону Пресвятой Богородицы Установили Судя По всему Это Все Все Делает Администрация Ресторана Сковорода Для Которой В общем-то Содержание В приемлемом Состоянии Джерела Сковороды И Его нормальном Функционировании Это тоже Своего рода Привлечение Дополнительных Клиентов То есть Люди Вот Скажем Баланс Финансовый Сохранение Наследия Исторического Который В принципе Могли бы наши Бизнесмены Взять на вооружение Не только Пиарятся Что Они самые лучшие Они любят народ Но на деле Это Показывать Скажем Хуже От того Что Здесь Какой-то порядок Поддержит Состоят Урны Стилизованные Урны Из дерева Сделанные Стилизованные Под Какие-то Жбаны Деревянные Как в данном Случае Выполняют Своё дело То есть Видно Там стоят Пакеты Установлены Которые Время от времени Меняются То есть Это Мусором Они не забиты Еще хоть Есть Ну и Хотя бы Так Это Спасают Лес От загрязнения Которые У нас Здесь Очень часто Практикуется Нерадивыми Туристами Что Я еще Видел Воочию Когда Шел От остановки Научный Кемпинг По лесу Там Просто Свалки Сплошные Свалки Ни дорог Нет Ничего Заросли Молотняка Поросли Но Все завалено Какими-то Бутылками Пакетами С мусором Это не люди Конечно Не туристы Привозили Но скажем Это Грета О Нашем Менталитете Что Нужно Люди Живут Только для себя Не думая О будущем Гадят Везде Ну вот В частности Это уже Отходя от темы С мусором Возвращаясь К ресторану Сковорода Администрация Запрудила Здесь Яр То есть Поставила Небольшую Плотинку Вода Которая Течет От ручья Сковороды Сделала Небольшой Прудик Здесь В теплое Время Года Выпускают Форель И Соответственно За деньги Разрешают Ее ловить Еще один Пример Бизнес Проекта Единственное Меня Смущают Вот эти Вот дрова Которые Здесь Навалены Насколько Они Законно Режутся С той стороны Видно Большие Пеньки Хорошо Если это Сухостой Это Санитарная Очистка Леса В принципе Сухостой Хватает Даже Здесь Вот Видно Пеньки Вокруг Этого Пруда Но Почему-то Они Не убраны Или Не везде Убраны А Здесь Я не помню Здесь Росли Деревья Или Не росли Но Сам факт Что Какая-то Деятельность Ведется Будем желать Чтобы Она Была Только На пользу Этому Месту Вот Опять Жиз Не скажешь Это Сухие Были Дубы Из них Сделаны Вот Такие Стилизованные Стулья Я не знаю Может Там Крона Уже Была Повреждена Вполне Возможно Судить Не буду Но Внешне Кажется Что Древесина Вполне Нормальная Может Быть Даже Не могли Еще Растить Эти Деревья Вот Здесь Вот Такой Сделан Домик Для Приема Гостей Вот Расценки На Рыболовлю Также Туалет То есть Худо Бедно Какая-то Инфраструктура Поддерживается Ну Вот Здесь В свое Время Были Очень Большие Вот В данном Месте И там Где Сейчас Проходит Дорога К ресторану Сковорода На территории Ресторана Сковорода Там Где Его Построили Были Просто Сплошные Плантации Пролисок Сейчас Их Там Уже Увы Нет Это Огорчает Так Идем Дальше Вот Озеро Ресторана Сковорода Большая Большая Часть Еще Замерзшая Здесь Из-за Тени Снег Тоже Не растаял Вот Сам Ресторан Сковорода Здесь Собака Поменялась Здесь Как правило Сюда Бегает Собака Безнамордника То есть Для Для Того Чтобы Людей Стимулировать У людей Стремление К порядку Вот Видно При Приближении Что Лебеди Которые Здесь Пара Постоянно Живет Они Прожили Здесь Всю Зиму Вот Кстати Кстати Вот И Собачка Это Не Та Которая Была Здесь Осенью Вот Так Вот Выглядит Озеро Которое Раньше Было Заболоченное Замулиное Его Расширили Углубили Сделали Тут Купальни То есть Молодожены Которые Время От Времени Посещают Это Место Вы Даже Купаются Здесь Ну Скажем Сделали Пригодное Для Отдыха Это Место Сделали Пригодным Для Отдыха Еще Лет Десять Назад У озера Было Конечно Страшно Ходить Там Никто Не Купался Вот Маршрут Источнику Сковороды Где Григорий Савич Сковорода Находясь В гостях У местного Помещика Любил Любил В этом Грушняке Тоже Находиться Отдыхать Творить То есть Получал Здесь Вдохновение Для Своих Работ Благодаря Которым Он Был В итоге Признан Великим И Является Символом Возрождение Украинское Просвещение Так Как В отличие От Многих Рожденных Украинцами Писателей Поэтов Философов Которые Как Например Николай Васильевич Йоголь Который Творил Свои Произведения На русском Языке Григорий Савич Очень часто Использовал Местный Говор Но так Как он Был Учителем Харьковского Коллегиума Церковного То Естественно Он Очень часто Использовал Церковно Славянский Язык До Написания Своих Произведений Но некоторые Его Стихи Которые Потом Были Переложены На музыку И стали Песнями Были Написаны Простонародной Как тогда Говорили Малороссийская А теперь Говорят Скажем Прародительница Современного Украинского Языка Украинского Мога Испанский Грушник Еще раз Покажу Замість Старых Груш Які Вже Посохли Тут Було Дуже Багато Зараз Висаживают Молоді Саджанці Які Видно Улицей Грушник Дима Дали Вот Отойдя Немного От Уландского Грушника Подошел Ко крайне Озеро Которая Как правило Всегда Грида Отжирела Сковороды А теперь Так как Здесь ресторан Сковорода То Который Много Сделал Для того Чтоб Это Озеро Привести В порядок Теперь Води Как и Неудобно Назвать Его По-другому Реш Озеро В ресторан Сковорода Хотя Это озеро Было Еще В моем Далеком Далеком Детстве Здесь Можно было Купаться Отсюда Сюда Ходили Из кемпинга Люди Купаться Из окрестных Детских Лагерей Тоже Ходили Дети Здесь Даже Было Такое Событие В моей жизни Мой брат Провалился В яму Я его Чудом Заметил Что это Произошло Вытащил Его Можно сказать Спас От гибели Было Очень много Детей Он Провалился В яму Среди народа Никто Даже Не заметил Что он Провалился А я Срак Как-то Не знаю Чудом Как-то Среагировал Заметил Что его Нет Вот Видел Его Только На этом Месте Его Уже Нет Туда Кинулся И Натолкнулся На него Он Просто Под воду Ушел И Такое Печатление Что он Просто Как Парализовало Я его Вытащил Даже Не успел Втулком Воды Наглотаться Идем Идем Дальше Вдоль Озера На противоположной стороне Ресторан Идем по тропинке Вдоль этого самого Озера Идем в лес И Дайте Поселку Вабаи Оттуда Поеду На автобусе Домой А вот И Лебеди Пока Один Виден И Той Минимум Пара Той Две И Утки Которые Живут Здесь С ними Всю Зиму Озеро А вот За рестораном Скорватского Рода Здесь Запружен Яр Который Подходит С другой Стороны К озеру И Вот На его Берегу Приводит Север Порядок Гуси Которые Живут Вместе С Местными Лебедями Которые Которые Содержат Ресторанского Рода Вот С прошлого Года Их Только Здесь Заметил То есть Кроме Лебедей И Вот Еще Здесь Зимовали Гуси Вот По этой Тропинке Я иду В сторону Крайны Поселка Побои То Что Здесь Запружен Яр Вот Видно С одной Стороны Дамбочка С другой С другой Стороны Дамбочка То есть Вот С этой Просеки Весь Снег Который Татья Вода Стекает Сюда Сюда Дамбочкой Выше Вроде Выше По Течению Но Воды Ниже То Есть Это Подписка Идет Из Других Источников Они Впринципе Пока Эта Вода Через Плотину Не Перелилась Несколько Ниже Не Сильно Но Ниже А вот Просека С которой Много лет Мечтал Поездить На лыжах Но Так Сюда Зимой С лыжами Не добрался Пешком Здесь Ходил По С лыжами Ни разу Не добрался Вот Так Выглядят Склоны Которые Основную Массу Дня Находятся В тени Солнце Не успевает Растопить Снег Перед Заходом Когда Сюда Она попадает Но Там Где Попадает Там Уже Снега Практически Нет Последнее Напоминание Прошедшей Зиме Под ногами И Как в свое Время Мы В молодости Говорили Весна Неизбежна Как Победа Коммунизма В чем Теперь Уже Вообще Разочаровались В данном случае Даже если еще До конца Марта Будет холодная Погода И выпадет Снег Все Все равно Неоткратимо Растает Наступит Весна Будет Лето Будет Жизнь Надеюсь Долгая Жизнь Это земли Все Дорогие Друзья До новых встреч На этом Я Надеюсь Завершаю Своё путешествие По Лесу Вблизи Поселка Побои И Посещение Джерела Сковороды До новых встреч Здравствуйте Сейчас я нахожусь На склоне Аврага Который Ведет Джерелу Сковороды Идет К Джерелу Сковороды По его дну Бежит небольшой ручей Который Соединяется С водой Вытекающей Джерела Сковороды И Дальше Подной Товарага Течет К Озеру Сковородиновскому Я был На этом месте Девять дней Назад Пролисок Практически Не было Койде Только Луки Появлялись Сейчас Пролиски Уже Проклюнулись Их Немного Будем надеяться Это Из-за того Что они все Еще Зашли Хуже Если Это Результат Деятельности Человека Я сейчас Шел По дороге По лесной Очень Много Машин Люди Выехали На пикник Семьями С детьми Жарят Шашлыки И собирают Пролиски То есть У детей Уже С детства Закладывается В подсознании Что Пролиски Нужно Именно Рвать А не Любоваться Тем Как они Растут Свободно Без Всяких Помех На природе Еще Несколько Лет Назад Здесь Были Сплошные Ковры Пролисок Сейчас Одинокие Островки Жаль Если Эта Красота Исчезнет Сейчас Я Спустился Ближе Дно Оврага И вот Нашел Здесь Небольшую Полянку Пролисок Которые Являются Жалкой Напоминания Прежних Временах Когда Здесь Все Было Покрыто Пролисками Но Судя По всему Так Здесь Не Очень Проходное Место То есть Здесь Пролиски У тебя Чувствовать Комфортно Сюда Судя По всему Люди Не Очень Стремятся Спускаться Потому Что Достаточно Крутой Склон Вот Такой Вот Овраг Картина Нетронутая Природа Много Упавших Деревьев Которые Со Временем Покрылись Мхом В принципе Являются Себе Достаточно Живописный Вид Вот И Солнышко Выглянуло Слава Богу Наконец-то Солнышком Гораздо Веселее Но Не Надолго Судя По всему Потому Что Переменная Облачность Целый День Срывается Даже Время От Ремени Дождь Сразу Лез На Солнце Жил Вот Еще Снег Куди Остался Лежит Не Растаявший Уже Его Практически Нет В основном Уже Все Растаяло Ну И Какие Это Извините За выражение Придурки Нарушают Тишину То ли Выстрелами Из-за Огнестрела То ли Петардами Как Это У нас Всегда Обычное Происходит Вот Так Вот Еще Пролески Которые Начали Распускаться Но Пока Их Таких Немного И вообще Надо Сюда Быстрее Убираться Потому Что Невдалеке Тут Стоит Машина Там Жгут Костер И Постоянно Слышны Какие Хлопки То ли Это Петарды То ли Уже Принесшие На грудь Отдыхающие Развлекаются Стрельбой Какого Либо Оружие Русский Мир Какой Может Быть Отдых Без Стрельбы Продолжение следует